Приветствую вас. Я думаю, что сначала нужно сказать, что у вашей проблемы есть несколько, а именно два основных пути решения. Первый путь – это простой путь, быстрый путь, но можно повториться, эту ситуацию можно повториться. Второй путь – путь более такой длительный, более обстоятельный, но вместе с тем это путь, который… поможет вам, может быть, достигнув меньших результатов, вот, при этом удержать этот результат, скажем так. И, говоря о первом пути, я имею в виду, конечно же, НЛП, который может… Который Е может достаточно быстро избавить вас от этих действий, но тогда, в таком случае, проявиться может… Данная история может проявиться, ну, в другом… То есть, ваше волнение может, ну, проявиться, вот, именно, в других аспектах, вот. И я не уверен, что это будет для вас хорошо, вот. А в втором случае, это психотерапия, клиент-центрированная, гистар, психоаналитическая, логотерапия и прочее, Которая может помочь вам разобрать сам корень ваших волнений, например. И научиться не реагировать именно на них, именно на волнения. То есть, научиться не реагировать именно на, вот, всё-всё, что связано с переживаниями. Вот. Другой вопрос, интересный ли вам, другой вопрос, хотите ли вы это? Вот. Что касается вашей ситуации, то, на мой взгляд, здесь, ну, так сказать, момент достаточно простой, он заключается в том, что вы выбрали для себя определенную реакцию в качестве защиты от событий, которые вас, ну, травмировали. в той или иной степени. Вот. А вы выбрали такой способ защиты, вот. Я бы не сказал, что этот способ защиты плохо, я бы сказал, что этот способ защиты нормальный. То есть, я не вижу, не вижу в нём ничего такого плохого. Абсолютно. удачи. Другой вопрос. Если вас это эээ. не устраивает, к примеру. Понимаете? Вот. Другой вопрос. Если вас это не устраивает. Или наоборот, если вас это устраивает, то опять же, а зачем в таком случае что-либо менять? Для чего в таком случае что-либо менять? Если вас все устраивает, если вам все нравится, ну, шевелите вы перед глазами, пальцами и что? В чем лично для нас заключается проблема? Мне кажется, что в этом направлении нужно двигаться. Конечно, нужно смотреть на те аспекты, которые вы переживали в детстве. Вот. Это безусловно нужно смотреть, потому что это, ну, объективно, может влиять на вас, на то, как вы сейчас реагируете, детские переживания и стрессы. Это безусловно то, что оказывает влияние на всю нашу, в общем, в общем-то жизнь последующую, вот, и не проработанность этих аспектов, не проработанность этих аспектов, естественно, влияет. Влияет достаточно, достаточно сильно. Вот. Поэтому, в этом смысле я вас понимаю. И понимаю также, что без, вот, того, что вы делаете, без тех действий, без этого действия, которое вы совершаете, вам было бы крайне, сложно сохранять равновесие, крайне сложно сохранять душевное равновесие. Вот. Вот. А так, вам это делать легче, но вы согласитесь от того, что начинает это происходить. Вот. Такой можно дать вам ответ на вопрос, задаваемый, задаваемый вами. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.